От осадки были, значит, за вегетационный период в районе 38-40 мм, в разные периоды, в разных локациях, то есть в одной части мог пройти, могли пройти осадки в каких-то частях хозяйства, на пассивах подсолнечника их не было. Вот, ну, урожайность средняя по подсолнечнику, по товарному у нас вышла 23 центнера, кукуруза 18,5 центнера. Такие вот печальные результаты, конечно, в среднем многолетние, ну, что получили, то получили. Засуха была главной, простите, засуха была главной проблемой этого сезона или еще что-то наложилось? Засуха, во-первых, почвенная засуха, это была одна из главных проблем. Плюс заморозки майские все равно попали на подсолнечник, на кукурузу. И плюсом еще это высокие температуры, фазы цветения кукурузы и подсолнечника. Как-то в связи с такими неблагоприятными погодными условиями вы меняли технологию возделывания этих культур? Ну, знаете, как сказать, погодные условия сами отрегулировали все, вредителей не было, болезней тоже особо не было, поэтому, как бы, по минимуму, что смогли, то и сделали. То есть это посев, гербицидная обработка, и все, в принципе, и уборка. Больше ничего не потребовалось даже в каких-то вмешательствах. Демо-площадку вы давно закладываете? Демо-площадки именно в хозяйстве. Я работаю с 2019 года, ну и до 2019 года, наверное, с года 2012 хозяйство проводит все эти испытания разных гибридов. То есть накапливается опыт, даже можно открыть, посмотреть там в 2012 году, какие были гибриды, какие урожайности. Ну и все вот эти года, мы каждый год закладываем гибриды. Различное количество бывает разное, когда-то бывает и 10 и 15, когда-то бывает и за 30. Как в этом году у нас было по подсолнечнику 30 гибридов, по кукурузе 22. Давайте начнем, наверное, с подсолнечника. По какому принципу вы выбирали, какие гибриды сеять? По принципу из новинок, что привозят, берем постоянно, то есть мы не один год их пробуем, мы пробуем как минимум три, перед тем, как что-то выбрать в производстве для себя. Ну и как последний допик сложившейся ситуации на рынке семян, масличных культур и кукурузы, ищем российские гибриды, то есть смотрим, выбираем, прозванием спрашиваем, смогут, не смогут привезти к нам на испытания. Вот, выбираем. Ну, сложившейся ситуации, берем то, что есть и пробуем. Если посмотреть на таблицу, в которой перечислены все гибриды, которые вы использовали, там отечественных представителей не так уж и много. С чем это связано? Ну, я думаю, скорее всего, связано с тем, что не развита в отечественной селекции такого маркетинга, как и у иностранных. Да, их трудно найти, то есть мало представителей, и никто не готов идти на вот эти демо, за ними смотреть, приезжать и рассказывать. То есть, да, ну, мне так кажется, я могу ошибаться, но на мой взгляд вот так, да. То есть ближайшие те, которые есть к нам, да, там вот у нас есть там МПО Триумф рядышком, Агроплазма, Новогрейн. Агрейн, как бы, они сами проталкивают свой продукт, свои семена, да, там, давайте попробуем, посмотрим, ну, как бы, принимаем. А остальных мы, как бы, представителей не видим даже. Никто о себе не заявляет так громко, там, давайте посмотрим, посеем, понаблюдаем. Ну, основной фактор, я думаю, что это, нет маркетинга отечественной селекции пока что, к сожалению. Первое место занял, на удивление, получается, российский гибрид. Скажу вам по этому гибриду именно, сравнивая его с прошлогодними результатами. То есть вот эта компания, ну, это новый гибрид они привезли, то есть, да, он показал результат, мы будем его смотреть на следующий год, естественно, мы его сейчас в производстве не будем брать, будем смотреть. Но вот следующие гибриды, которые в прошлом году, они были где-то в середине. То есть, я думаю, то, что это такие вот гибриды, которые, ну, вот у них есть потолок урожайности 30, 32, ну, 30-35 центнеров, да, упираются. И в более благоприятный погодный условий, благоприятный год, ну, другие гибриды компаний иностранных, их перейдут. То есть, они такие вот нацелены более на экстенсивные условия выращивания, а все, которые привозятся, импортные, да, там, компании, у них более на интенсивное возделывание. То есть, насадки – ключевой фактор. Поэтому году очень тяжело сказать, как бы выбрать, почему и как так получилось. Ну, какие-то даты получили, такие получили, да. По сравнению с прошлым годом, насколько сильно отличаются лидеры? Отличаются кто? Лидеры селекции. Вот все, кто в лидерах оказались самыми урожайными в этом году, вы сказали, что в прошлом году они были в серединке. А можете назвать эти гибриды? Ну, прошлый год, вот, было, были, если по компаниям брать лидеры, это был Али Магрейн, они заняли пять позиций в списке. И первое было Лидея. Вот, ну, смотря, в этом году Лидея была, гибрид Агора, ну, показала средний результат, то есть, там, 25 сантиметров. В том году на демо-участке показала на 42,4 сантиметра. Лидея по кукурузе сможете прокомментировать? Смотрю, что в десятку, кроме золотого початка, из отечественных, кажется, никто и не попал. А у нас из отечественных только золотой початок и был в этом году на демо-участках. Вот. Вот, КВС, как бы, вот, три года мы уже, их, на демо-посевах они участвуют, три года они занимают лидирующие позиции. И в чем больше, ну, вот, заметили динамику, то есть, ПАУ для нашей зоны под самое подходящее. Это 320-340. Ну, КВС даже, ну, занимал первые места, и за ним был пионер. То есть, могу смело сказать, что КВС в нашей зоне лидирующий по кукурузе, именно по зерну. По силосу, ну, кому, да, на себе будет интересно, на животно-уческое еще есть. По силосу мы тоже будем смотреть, по питательным веществам, по крахмалу, по этим, по белку. Тоже проводим сейчас опыты, сравниваем джоги. То есть, у нас основная джоги была всегда кукуруза, на силос, то есть, нас все устраивало. Ну, сейчас вот будем смотреть с КВС, КВС даже лучше. Золотой початок, первый год тоже. Все прошлые года никто не привозил в отечественной селекции кукурузу. Сами мы покупали, и Ладожские покупали, 292-й брали на все или участки, сравнивали, не было ничего. На демо-посеву никто не привозил. То есть, это первый год, посмотрели. На следующий год тоже будем брать Золотой початок, смотреть. Что и как. Я смотрю, что в этом году у вас в списке нету ни Ладожских, ни Краснодарских. Почему? Вы решили отказаться от них, потому что они плохо себя ведут, не привозят вам на демо-участки, или они себя плохо показывали по урожайности? Здесь вот именно демо-участок, это тех представителей, которые это привозят, потом сопровождают полностью. То есть, это выезды, осмотры совместные с нами. Поэтому из них никто не вышел к нам на связь, не привезли, не вышли на связь. Мы тоже никого там искать особо не собираемся. Сильно. Ну, у нас были, я же говорил, мы покупали сами семена ладожские, сравнивали их. Ну, тоже, да, там благоприятный год был для кукурузы. 2000... Какой он там, по-моему, 2021 год был. Вот. Мы сравнили с пионером, и он намного уступил пионеру. Очень намного. Там, как бы, пионер тогда сыпал за 10 тонн в гектар, а ладожские всего лишь 5,5 тонн в гектар. Поэтому... Как будете интерпретировать результаты текущего года? Пойдут ли в зачет те данные, которые вы получили? В зачет пойдут, конечно, все данные. Будем смотреть, присматривать задач. Вести. Все равно надо вести какой-то, ну, учет, по... анализировать, да, там, поглядам. При таком количестве осадков, при таких погодных условиях, этот гибрид себя ведет вот так. При других вот так. Поэтому это будет по-любому засчитываться, ну, засчитываться, и будет делаться таблица, и будет сравнение идти. То есть, как сказать, как и в пшенице, всю площадь одним гибридом кукурузы или подсолнечника нельзя засеивать. То есть, надо делать какую-то мозаику выстраивать свой план, где-то посеять гибриды более засухоустойчивые, где-то более интенсивного типа, по подбору почвам своим. То есть, полный анализ надо делать, и на основе этих данных уже выстраивать свою схему выбора гибридов в своем хозяйстве. Кстати, о выборе гибридов. Скажите, пожалуйста, из каких гибридов состоит мозаика в вашем хозяйстве? И по подсолнечнику, и по кукурузе? По этому году. По этому. Ну, может быть, и по прошлым годам, что вы сеяли, как правило, да, и как в прошлом году поменяли севооборот, что планируете посеять, не севооборот, а набор гибридов, что планируете посеять в 25-м году? Наверняка, вы уже подбираете гибриды? Может, и семенами уже запаслись? Ну, изначально у нас всегда в основном мы берем гибриды классические, то есть это раньше был Пионер 66-й, это такая от основы основ была, да. По заразихе у нас тут, в принципе, все нормально, не сильно поражается, поэтому мы там классические гибриды сильно не боимся. Научились с ними работать, поршенные гибриды применять, посевы не засоряются, поэтому процентов, наверное, 50-55 у нас занимают классические гибриды. Это Пионер был 66-й, в этом году у нас был, значит, из классики, это Римагаин 54-78, была Агора, вот, и был Пионер 25, ЛЕ-25, Пш-4, ЛЕ-25. Это из таких вот, из классики, это был у нас Аргентик, Лидеевский, и был Сафари. Сафари – это гибрид новой технологии, краснодарская компания, кстати, российская. Сафари Аргентик, ну, в принципе, все, такой вот набор, небольшая площадь, поэтому гибридов много нет. Ну, по кукурузам у нас еще остатки прошлогодних семян были, это Пионероск, 92-41, и основная масса, это силосная кукуруза Джоди. Поэтому такой вот набор, ну, по кукурузе, в принципе, изменений нет уже на протяжении там трех-четырех лет, то есть силос и плюс Пионер и кукуруз зерно у нас всегда. Ну, в разных вариациях, когда 92-41, когда 90-74, ну, то есть вот так вот как-то. На следующий год еще купили только, закупили с кукурузой, купили КВС Акустика, вот, и сделали анализ данных, за три года, то есть Акустика себя так ведет стабильно, поэтому решили попробовать, и взяли, как всегда, силосную Джоди. Нашли, как бы, были проблемы найти семена, ну, в принципе, по семенам кукурузы полностью обеспечены сейчас, на данный момент. По подсолнечнику еще ничего, ничего пока что не покупали, еще ведем анализ, выбираем, смотрим. Очень трудно на рынке сейчас семян подсолнечника очень мало, либо в ограниченных количествах, то есть из того, что хотим, того нет. Знаю, проблемы будут по подсолнечнику, да, разговаривал тоже по Евролайтинг плюс, то есть много заводов не будут привозить Евролайтинг плюс, будет обычный Евролайтинг подсолнечник, под Евролайтинг, не знаю, с чем это связано, тоже там с неврожаями в странах, которые производят там Турция, не Турция, ну, ну, вот не будет. Или по классике тоже, по классическим гибридам тоже каких-то гибридов нет в наличии и не будет. Каких-то ждем, когда скажут нам будут или не будут. Поэтому вот как бы по подсолнечнику еще тяжело, то есть как бы вот так. Из отечественного желания нету что-то взять, да? Почему? Из отечественного будем брать сафари. У нас в принципе все нам нравится по сафари. Это гибрид экстенсивный на ну, как сказать, на слабом агрофоне неплохо себя показывает. Испытывали еще в этом году, но это был не демо-посев, мы покупали специально. Еще у нас был алмаз, это российский гибрид и супер, ну, супер сумма это не российский гибрид, но брали такой-то сербский, для которой можно найти, легко завозят с окном и все. Ну, тоже, как бы, говорить каком-то первый год, ну, у нас по 20 гектар были участки этих гибридов, говорить за первый год использования о его каких-то достоинствах или недостатках или наоборот там, хороший гибрид нельзя. То есть, этот год сложился вот так, да, в среднем по, если взять там алмаз, он дал там 25 центнеров гектара, супер сумма там насыпал 22,4 центнера гектара. То есть, ну, такие вот средние результаты, как бы, ну, пока что тоже будем присматриваться, российский сафари возьмем, да. сейчас многие сельхозпроизводители находятся так же, как и вы, в сложенном положении, возможно, они не могут найти гибриды, к которым привыкли. Что бы вы им посоветовали, на что обращать внимание, что учитывать при покупке семян на следующий год? Ну, в первую очередь надо при покупке семян брать результаты у каждой компании, есть, да, результаты среднемноголетние, за 34 года, также по демо посевам где-то они тоже собирают, в первую очередь взять все эти результаты, как бы, ну, никто не будет же против, посмотреть, как себя показывает той или иной гибрид в той или иной зоне, да, посмотреть и подобрать под свою зону, то есть, ну, естественно, в экономическом плане, да, там, после такого года экономика оставляет желать лучшего, брать что-то, ну, как сказать, не подешевле, ну, естественно, там импортные гибриды будут дороже, стоить, что-нибудь из российского, но хорошего, цена-качество, так сказать, если можно, применимо в данной ситуации, цена-качество, то есть, небольшая цена, но гибрид, да, там не даст супер урожая, может быть, такого большого, но даст хороший средний урожай, но вложений будет меньше, чем, например, покупать, там, импортные гибриды, то есть, экономия, 10-12 тысяч на гектар можно сэкономить при покупке российских гибридов, которые себя тоже, ну, как бы, на уровне импортных тоже будут себя зарекомендовывать. У всех технологии разные, у системы удобрения разные, и севообороты у всех разные, да, там, если у нас подсолнечник через 4-5 лет попадает на это же поле, то некоторые сеют подсолнечник, зимая пшеница, подсолнечник, ну, тут тоже, да, как сказать, это не от человека зависит, а от экономики, может, он так и не хочет, но приходится, да, чтобы там выжить, и деньги, ну, заработать, и все остальное. Поэтому по подсолнечнику очень трудно кому-то что-то посоветовать и выделить какой-то гибрид. Хорошо, тогда мы не будем советовать, будем только желать купить хорошие семена, качественные, получить достойный урожай в следующем году. Да, вот, кстати, вот вы сказали насчет качественных гибридов, да, сейчас очень много контрафакта, вот разговариваем, собираем статистику со всей области, то есть много людей в этом году попали на контрафакт, то есть оригинальная упаковка, все, документы, все, а по факту это какой-то там F2 или еще что-то там, ну, много я слышал, разговаривал, общался с фермерами, с хозяйствами, были вот такие вот у них случаи, когда на поле пошло расщепление, у них там 40% было таких стояло красивых поля, как я называю, поля для фотографий, корзинок, дракончиков, дракончиков, где много, но говорят, что это может быть связано еще и с заморозками, конечно. Ну, да, тоже как бы общался с селекционерами, ну, не селекционерами, да, семеноводами тоже, которые люди проработали очень много с подсолнечником, да, говорят, может понижение температур тоже может повлиять на пазушное развитие, то есть, ну, по крайней мере, у нас после заморозка подсолнечник не пустил пазушные ветви, то есть, у нас стоял все, ровный подсолнечник, поэтому я как бы спрашиваю, интересовался, да, сказали, может быть, но это, говорит, тут надо смотреть на тоже, как корзинка выглядит, типичная, она нетипичная, то есть, это более уже к селекционерам вопрос, который его выращивал, может это все распознать, ну, так что, качественного, да, качественного, купили хорошие, качественные семена, самое главное. Хорошо. Данил Сергеевич, спасибо вам большое. Субтитры сделал DimaTorzok